Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями этого дня. До юбилея улицы Старозагора меньше двух недель. Готовность ремонта проверил глава города Олег Фурсов. Чистые колеса, чистый город, стройплощадки проверят на наличие помывочных пунктов. Печальные даты, неразрывно связанные с началом учебного года. В Самаре почтили память жертв бесланской трагедии. Голосуют во время прогулки в парке. В Самаре прошла акция «Я выбираю». Когда ученье в радость в Самарской области выбрали лучшего студента года. Реконструкция улицы Старозагора вышла на финишную прямую. Сегодня глава города Олег Фурсов провел там выездное совещание. Обсуждался ход работ, проект бульвара и план празднования юбилея улицы. Что ждет самарцев на торжественном открытии обновленной Старозагоры, узнала Валерия Макарова. Дмитрий Типков – потомственный художник. 50 лет назад его отец был среди тех, кто создавал знаменитое панно о русско-болгарской дружбе. Им подавали плиты свеженькие, свежеиспеченные, так сказать. Они уже набирали, как художники, изображения по предварительно сделанным эскизам. Ну а так вот судьба распорядила, что я вот восстанавливаю мозаику. Пытаемся вот как бы поймать стиль, цвет, что сложно сделать, потому что это все-таки вещи изготовлены бумага на заказ. Мозаику в беседках обещают восстановить как раз к открытию улицы. Две недели до торжественного открытия. Вот так сейчас выглядит улица Старозагора. Здесь укладывают бульварную плитку, сеют газоны, уже установили новые фонари и совсем скоро появятся новые лавочки и новые цветники. К 17 сентября улица Старозагора расцветет розами, бархатцами, питуньями. Житель от таких перемен в восторге. Василий Сурков сюда приходит каждый день, проверяет, как идут работы. Очень хорошо, очень. Даже я не думал, что так получится. Ну, Европа. Ход реконструкции на контроле и у главы Самары. На выездном совещании Олегу Фурсову доложили, все идет по плану. Завершается ремонт фонтанов на бульваре. Сейчас их облицовывают гранитом и устанавливают подсветку. Первые пусковые испытания они уже прошли, так что к открытию улицы будут работать. Обновляют фонтан и около шибки. Здесь работы идут за счет меценатов. День города улица Старозагора встретят во всей красе. К 17 сентября улица Старозагора на участке 22-го парсеза до Нового вокзала будет открыта для пешеходов, для жителей. Мы планируем провести хороший такой праздник городской. И думаю, у всех останутся очень хорошие впечатления. Ну, а те люди, которые здесь проживают, они получат возможность отдыхать на этом бульваре и наслаждаться той красотой, которую город дарит жителям. Торжественное открытие пройдет 17 сентября. В программе концерт, тематические площадки и 10-метровый пирог, которому гостят всех гостей праздника. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События. Чистые колеса, чистый город. В Самаре проверяют, есть ли помывочные пункты машин на выездах со стройплощадок. Это обязательное условие для бизнеса. Грязь не должна разноситься колесами по улицам города. В Самаре зарегистрировано более 300 площадок. Городские власти проверили те, на которых активно ведутся строительные работы. На 12 обнаружены нарушения. Отсутствуют пункты мойки колес. Все застройщики получили уведомления. На тех, кто не исправил нарушения вовремя, административные комиссии районов составляют протоколы и выписывают штраф. Такую практику мэр Самары считает справедливой. Горожане не должны страдать от строительных работ. На совещании в мэрии обсудили также размеры штрафов. В Октябрьском и Куйбышевском районах они достаточно высоки. И потому строители уже после первого предупреждения исправляют нарушения. Совершенно правильные подходы. Я здесь больше степени поддерживаю Маргуна и Алла Санна Волчкова по размерам штрафов. Потому что они приводят в чувство действительно строителей. 5000 метров, значит, все-таки это маловато. Ищите возможности так, чтобы наказание было соразмерно, так сказать, нанесенному ущербу, наносимому ущербу. Чтобы оно было достаточно шире. Губернатор Николай Меркушкин посетил школу села Воскресенко. Летом она была капитально отремонтирована. Работу провели в рамках программы строительства, реконструкции и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области. Общая стоимость ремонта составила 35 миллионов рублей. Губернатор дал высокую оценку работе и отметил, что благоустройство территории вокруг учреждения выполнено на самом высоком уровне. После осмотра школы Николай Меркушкин поговорил с местными жителями, которые рассказали о своих проблемах и выразили благодарность за проделанную работу. Я как бабушка, как прабабушка, хочу сказать, и школы открываете. И вообще, с приходом вас, я давно живу здесь, в этом городе, в 71-го года, у меня муж военнослужащий, летчик. И вы знаете, много очень сделали вы для нашего города, для наших людей. Спасибо вам. Без хождения по инстанциям оформить пенсию по инвалидности сразу после медобследования станет возможно в Самаре. В бюро медико-социальной экспертизы откроют постоянно действующий консультационный пункт пенсионного фонда. Соглашение уже подписано. После получения справки об инвалидности сразу же можно будет проконсультироваться со специалистами, подать заявление о начислении пенсии, выбрать способ ее доставки, зарегистрироваться на портале госуслуг. При необходимости записаться на прием в территориальное отделение фонда. Ежегодно в Самарской области пенсии по инвалидности оформляются для 7,5 тысяч жителей. И новая услуга должна значительно ускорить организационный процесс. Заработает пункт по адресу Венцека, 65, в начале октября. Инвалидам не нужно будет дважды приходить в территориальное учреждение пенсионного фонда. Значительную часть услуг, которые оказывает пенсионный фонд, можно будет получить именно при первичном посещении МСЭ и в том числе консультационного пункта пенсионного фонда. Это целесообразно, важно. И я думаю, что мы будем развивать в дальнейшем это. И в нашем регионе это, скажем так, пилотная площадка. Далеко не во всех регионах Российской Федерации такое есть. Об экономических событиях начала недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть начали неделю со снижения. За один баррель черного золота сегодня дают 49 долларов 30 центов. Доллар также немного сдал позиции. На 6 сентября Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 76 копеек. Евро 72 рубля 37 копеек. Золото стоит 2777 рублей, серебро 39 рублей 71 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 63 рубля 39 копеек. Дороже всего продать за 67 рублей 81 копейку. Самара выбыла из гонки за право оказаться символом на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Минэкономразвитие планирует увеличить объем господдержки малого бизнеса в следующем году до 20 миллиардов рублей. А самым выгодным вложением средств по итогам августа эксперты назвали акции. В сентябре же деньги, если, конечно, они у вас есть, советуют вкладывать в драгоценные металлы. На этом все. Удачи в делах. Вопрос об исключении одного из кандидатов в депутаты губернской думы обсудили на рабочем заседании избирательной комиссии Самарской области. На момент выдвижения этот человек состоял в двух разных партиях, что запрещено законом. Коллеги быстро выявили этот факт и подали жалобу в избирком. Теперь регистрацию кандидата отменят через суд. В ближайшее время, буквально завтра, послезавтра мы, наверное, уже направим административный иск в Самарский областной суд с тем, чтобы исключить ее из списка кандидатов. Далее коротко о других темах дня. В Самаре снова напали на троллейбус с пассажирами. ЧП случилось в воскресенье, 4 сентября. На пересечении улиц Старозагор и Нововокзальная неизвестные кинули камень в стекло троллейбуса номер 13, который двигался в сторону Воронежской. В общественном транспорте повреждено стекло, по предварительной информации, пассажиры не пострадали. Напомним, на прошлой неделе, 31 августа, неизвестные на пересечении Московского шоссе с улицы Потапова обстреляли троллейбус, предположительно из пневматического оружия. Никто не пострадал. В сети появился очередной ролик, где запечатлен ход строительства одного из главных объектов реконструкции Московского шоссе – путепровода тоннельного типа на пересечении с Ракитовским шоссе. Теперь горожане могут примерно представлять, как выглядит арка тоннель изнутри сейчас и как она будет выглядеть в будущем. Следствие вновь предъявило обвинение вдове погибшего банкира Екатерины Пузиковой. В августе прошлого года ее приговорили к семи годам за убийство супруга. Однако в декабре апелляционная инстанция отменила приговор и отправила дело обратно следователям – проверить версию о причастности к убийству кузена банкира Дмитрия Пузикова. На его одежде было обнаружено столько же яда, как и на одежде погибшего. Следствие завершило дополнительное расследование убийства банкира. Обвиняемой по делу осталась его вдова Екатерина. С 5 сентября Самарская область примет участие во всероссийской акции, посвященной безопасности школьников в сети интернет. Для участия в ней уже подано 190 заявок от образовательных организаций и документы продолжают поступать. Основные цели акции – развитие методов обучения школьников безопасному поведению, формирование устойчивых жизненных навыков при работе в интернете. Погодные условия в губернии приблизились к средним показателям. За первые два осенних дня в Самаре выпала, по данным синоптиков, месячная норма осадков. А вот в первой половине начавшейся недели сильных дождей не ожидается. По прогнозам, немного моросить может во вторник и среду. Облачность при этом переменная, а температуры довольно комфортные – в районе 20 градусов. К среде станет попрохладнее – 14-19 градусов. Глава города Олег Фурсов продолжает встречи с общественными организациями города. На встрече с членом Президиума Союза Женщин России Мариной Седухиной обсудили ремонт дорог и реконструкцию учебных учреждений Октябрьского района. Подробности в нашем следующем сюжете. Здание Самарского медико-технического лицея строили в 30-х годах прошлого века. Стены крепкие, ремонт хороший, но нет помещения для спортивного зала. Более 600 учеников каждый год покоряют научные вершины, а хотелось бы и спортивных достижений. На сегодняшний момент готова проектная документация по этому зданию, по этому пристрою спортивного зала. Прошла техническую экспертизу этот проект. Потом он готов к строительству, однако не хватает и нет финансовых средств. С просьбой помочь в решении проблемы член Президиума Союза Женщин Самары Марина Седухина обратилась к главе города Олегу Фурсову. Здесь вариант только пристрой к медико-техническому лицу. Как-то можете вы здесь как глава города помочь поучаствовать в этом вопросе, потому что вы сами прекрасно понимаете, здоровье детей – это здоровье нации. В Самарском регионе сейчас действует федеральная программа по строительству новых учебных заведений. Только в этом году открылись две новые школы, одна из которых самая большая в России. Также ведется ремонт и в действующих. Помимо строительства новых объектов, мы, конечно, должны заботиться и о таких учебных заведениях, как медико-технические лицеи. Мы принимаем это предложение в бюджете следующего года. Деньги на строительство пристроя мы предусмотрим. На встрече обсудили и ремонт дорог – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации. В этом году на ремонт самарских дорог направили рекордную сумму – более двух миллиардов рублей. Плюс к этому почти четыре с половиной миллиарда на областные трассы. Марина Седухина обратилась с просьбой привести в порядок дорожное полотно на улицах Ярошевского, Мичурина и Скляренко. Мы получили федеральные деньги в объеме 400 миллиардов рублей, на которые мы можем выполнить дополнительные объемы работы. И действительно, мы упомянули важные улицы, по ним большой трафик. Это там, конечно, испытывает жители определенные трудности и дискомфорты из-за того, что дороги плохие. И, собственно говоря, большое скопление машин, пробки возникают. Глава Самары Олег Фурсов обещал держать вопрос дополнительного ремонта на контроле. На улицах Ярошевского, Скляренко и Мичурина заменят верхнее полотно до конца дорожного сезона. Андрей Горгуленко, Олеся Карецкая, Максим Гусев, Артем Сулайманов. События. 16 октября в Самарской области узнают имена лучших студентов года. Молодой профессионал, доброволец, творческая личность. Самых-самых отберут в 11 номинациях. Восемь из них индивидуальные, три командные. Конкурс «Студент года» в регионе проводится уже в пятый раз. Принято более 350 заявок из 14 городов и сел области. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Дойти до финала в этот раз было сложнее, чем ранее. Правила отбора стали более строгими. В результате в числе лучших оказались 55 человек. Если раньше оценка проводилась только на основании заявок конкурсантов, то есть тех письменных работ, сочинений, которые они представляли, рекомендательных писем от вузов, то в этом году еще в обязательном порядке финалисты прошли собеседование с членами жюри конкурса, в состав которого вошли видные деятели культуры, искусства, спорта, профессионального образования. Хочется отметить в этом году номинацию Гран-при. Если в прошлом году и в позапрошлых годах в эту номинацию могли подаваться студенты, просто готовя отдельное портфолио и подаваться в эту номинацию, то в этом году Гран-при присуждается уже имеющимся победителям. То есть кто-то 16 сентября унесет из МТЛ-арены две награды. В начале учебного года в России вспоминают жертв бесланской трагедии 2004 года. Тогда террористы захватили школу номер один. Преступники удерживали в здании школы более тысячи человек. В результате теракта погибли 148 взрослых и 186 детей. О том, как в Самаре почтили память жертв ужасных событий, в репортаже Андрея Горгуленко. Каждая строчка дается с трудом. Невероятно сложно подобрать нужные слова. Никита Местрюков пишет письмо детям, которые выжили в чудовищной бесланской трагедии 2004 года. В письме я написал слова поддержки, написал, что как важно помнить, потому что если мы помним, люди, которые от нас ушли, они всегда живы в наших сердцах и в наших душах. Участники акции «Память беслан» – 50 молодых людей, учащихся образовательных учреждений и представители молодежных организаций Самары. За круглым столом ребята обсудили проблему терроризма в современном мире и посмотрели документальный фильм о событиях 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Также был организован канал видеосвязи с учителем истории Бесланской школы номер 1 имени героев спецназа ЦНС ФСБ Российской Федерации. Надежда Ильинична – свидетель трагедии, в которой потеряла двоих детей. Она стала инициатором создания в школе музея памяти, где будут храниться письма поддержки отца морской молодежи. Очень важно то, что вы помните, то, что вы не забываете. И когда есть такое выражение, вот у меня огромное горе, когда кто-то с кем-то я поделилась, и этот человек взял на себя кусочек, у меня его становится меньше. Патриотическая акция «Память Беслан» в таком формате в Самаре проходит впервые. Главная цель – профилактика экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде, а также сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах, произошедших в Беслане в 2004 году. Акция проходит в рамках программы «Молодежь Самары», направленная на патриотическое воспитание. Ну и, конечно же, это определенный патриотический аспект, потому что мы здесь говорим о тех героях, которые защищают нас, которые ценой своей жизни делают так, чтобы нам жилось более безопасно. Участники акции запустили в небо белые воздушные шары в честь погибших сотрудников спецназа России, которые спасли в тот день немало жизней. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Дворы, дороги, образование, жилье. На вопрос, что для Самары важнее, ответили жители. Акция «Я выбираю» прошла в парке Гагарина по инициативе молодежного парламента. Мнение людей собирали волонтеры. О том, что больше всего волнует самарцев, узнала Алина Чемерес. Благоустроенные дворы, качественные дороги, достойное жилье, достойное образование, что наиболее важно для самарцев, решают сами жители. Волонтеры в парке Гагарина подходят к людям, оглашают весь список, предлагают выбрать карточки с наименованием того, что больше волнует, затем опускают их в урну. В подарок участникам дарят ленточки с цветами российского флага. В большинстве случаев, конечно, люди выбирают достойное образование, так как это необходимо в наше время. Но молодые люди, владеющие автомобильным транспортным средством, они выбирают дороги. Некоторые семьи с детьми маленькими выбирают дворы. А в основном, ну, есть такие случаи, когда выбирают, что им важно все. Мы молодая семья, поэтому мы выбрали благоустроенное жилье, достойное жилье, вернее, потому что это актуально, я думаю, проблема для любого семьянина, для любой семьи. И дороги, так как мы автовладельцы, автолюбители. Акция нужна, чтобы выявить потребность населения, наиболее актуальные, так скажем, вопросы. Акция «Я выбираю» превратилась в молодежный праздник, где можно поиграть в настольный хоккей, ответить на вопросы викторины и проверить знания об истории Самары. С инициативой ее провести выступил молодежный парламент. Поучаствовать в опросе о том, что сегодня для города важнее, волонтеры предлагают в основном молодым людям. Карточки в урне потом посчитают, результаты сообщат депутатам. Мы являемся неким проводничком между молодежной сферой и людьми, которые работают в законодательных органах. Мы все расскажем, то, что действительно волнует людей, и попытаемся внести какие-то коррективы, и донести это уже до больших политиков, которые делают дела в нашем городе. Через неделю акцию «Я выбираю» проведут снова, на этот раз уже на нескольких площадках города. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Рок-группа из 80 музыкантов. В Струковском парке прошел первый самарский рок-флэш-моб. И зрители-участники остались в восторге, как это было в репортаже Валерии Макаровой. Такого Струковский парк еще не видел. Больше 80 музыкантов играют как единый организм. 5 клавишников, 10 барабанчиков, полсотни гитаристов. Есть даже скрипичный альт. Два рок-хита исполняют десяток вокалистов, а вместе с ними и все восхищенные зрители. Это вообще замечательно, потому что я вообще не ожидала, что такое можно сделать у нас в Самаре. Мы молодцы вообще ребята, которые собрались здесь, просто устроили праздник всем нам. И в принципе заряжают, очень хорошо заряжают они. Было очень круто, очень драйвово. Правда, хотелось побольше песен. Когда я слышал, что будет 4 песни, я думал, что будут 4 разные песни, а не 2 песни на репите. Но все равно было очень здорово. Я хочу еще. Мне было мало. Ребят, делайте больше. Было очень круто. Всем рок. Организаторы первого самарского рок-флэш-моба вдохновились московским фестивалем и привезли идею в Самару. Признаются, получилось даже лучше, чем ожидали. Насколько труда было затрачено. Флэш-моб готовили всего 2 недели. Срок для группы из 80 музыкантов почти нереальный. Это неделя без сна. По-моему, убитые нервы. В общем, это было тяжело. Настраивалось это все здесь с 9 утра. Вернее, вообще мы возили оборудование уже сегодня с 8. То есть с разных частей Самары привозили, завозили. Заряд драйва получили и зрители, и участники. Все надеются, что теперь такие флэш-мобы станут традицией. Валерия Макарова, Артем Слайманов. События. Шафлборд, новусы и жульбак. Современные настольные игры популярны не только в молодежной среде, но и среди людей постарше. В Самаре большое внимание уделяется организации досуга для людей с ограниченными возможностями. На турнире по настольным видам спорта побывала Марианна Мирная. Сергею Алехину через полгода исполнится 90. Ветеран Великой Отечественной войны о своих болезнях и думать не хочет. Говорит, пока есть силы, нужно ходить, гулять и заниматься физкультурой. Тем более, что у Сергея Сергеевича за плечами большое спортивное прошлое. Пока есть возможность, хочется участвовать в спортивных мероприятиях. Я с молодости занимался боксом, плаванием, занимался бегом. У меня и кубки есть и по плаванию, и по бегу, и по боксу. Я на Тихоокеанском флоте был чемпионом Тихоокеанского флота в своей весовой категории. Активной жизненной позицией придерживаются многие пожилые люди и инвалиды советского района Самары. На турнире по настольным видам спорта их больше ста человек. Каждый хочет выиграть кубок и занять призовое место. Никогда не знала, что это то есть мини-гольф, но так вот повезло, так сказать, получила медаль кубок. Шашки и шахматы – прошлый век. Современные спортсмены с ограниченными возможностями предпочитают шаффлборд, джульбак и новус. Эти игры, по словам специалистов, развивают моторику и глазомер. Но главное, что на турнирах люди, которые не так часто выбираются из дома, могут встретиться и провести время с пользой для здоровья. Это самое главное. В общем-то, вытащить человека из дома, из четырех стен – это основная задача для нас. Потому что люди замыкаются в своем горе, не всегда понимают их родственники. А когда они встречаются с людьми, у которых тоже свои проблемы, поделились и как-то уже легче. Ведь когда поделишься, всегда легче. Данное мероприятие у нас уже стало традиционное. Оно проводится благодаря нашей муниципальной программе поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста. Пользуется очень большой популярностью. Наши инвалиды, граждане, они хоть и люди с ограниченными возможностями, но с большим потенциалом, с большой активностью. И всегда очень охотно занимаются спортом. Победители определяют по двум настольным играм. Призеры получат кубки и медали. Остальные спортсмены – хорошее настроение и стимул участвовать в турнире в следующем году. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Команда Михаила Латыпова приехала в Кенель на футбольный турнир памяти Владимира Кейлина побеждать. Самарская ЦСКА в итоге выиграла соревнование. Второе место заняла Сызрань бронзовая награда у местного кенельца. Четвертое и пятое места у Тольяттинской академии футбола и Чапаевского луча. Для мальчишек мемориал Кейлина оказался не проходным турниром, а важнейшим соревнованием в их жизни. Мы приехали с целью победить и взять самый главный кубок, занять первое место. Кейлин был хороший комментатор спортивный. И очень жаль, что так все сложилось. Он все-таки был добрый. 29 августа 2014 года Владимир Кейлин погиб в автокатастрофе. Популярный телеведущий возвращался после вечерних спортивных новостей домой. Владимир Михайлович был отличным семьянином, вспоминает вдова Марина. Он успевал помочь ей на кухне, любил готовить, занимался с детьми. Их у него было пять, но при этом всегда грезил футболом. Даже во сне. То есть иногда ночью я просыпалась от того, что там кто-то бежит по полю, он ему кричит, эй, стой там, кому ты пас дал. То есть это не прекращалось. Председатель областной федерации футбола, тренер, кандидат в мастера спорта. Владимир Кейлин влюбился в футбол в 12 лет, а в 16 бросил школу ради игры. Выступал за клубы Средней Азии, Казахстана и Кавказа. В 2002 году, когда ему было 53, встал у руля областной федерации. На этом месте он максимально отдавал все свое время развитию футбола. Вся область знала его в лицо и всегда обращалась с любой проблемой. Он никому никогда не отказывал. Решал, старался, бился. И вот мы сейчас видим, что прошло два года и люди помнят его. Мемориал Келлина собрал на соревнованиях не только футболистов. Вспомнить, почтить память приехали представители разных видов спорта со всей Самарской области. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!